здравствуйте друзья у нас на канале гость очередной вот представляйтесь гость ну зовут меня сергей фамилия терпенев и я довольно популярная личность в двадцать два года я живу здесь силиконовое долине так частенько выступаю в роли организатора слетов наших самодеятельной песни к респешник я сам пою микрофон на кайф вот что в последнее не хватает времени но однако сейчас задумка поставить пьесу памяти юрьевича висбора а где вы ставите на какой-то сцене или в лесу мы еще этот вопрос не обсуждали в общем мне предложил эту пьесу гриша котляр и пока у нас никто его там не знают каждый конечно за объективом там они не знают лишь и котляр это президент общества нет нашел клуба самодеятельной песни полуостров понял понял это народу много в полуострове конечно сколько конечно последний слез был вот который у нас подвергся пожару в районе на по так там был около 2000 давно собирались с сентября 13 сентября с таким количеством народа неудивительно что пожар загорелся не без нас конечно естественно эвакуировали нас к сожалению на то есть второй день слета и слет конечно не удалось забыть но две тысячи человек это они там есть выпивают крепко или так просто поют все знаете русский народ который вот русскоязычный народ который мидоров уже последний миграции они как-то мало пьющие то есть по сравнению с теми людьми с которыми я мигрирую 22 года назад так небо и земля сошлись я помню как мы пили это беженская еврейская миграция как следует значит выпивала тоскуя по родине а эти значит эти значит не тоскую шляп на не пьют а за рулем теперь они еще всегда вот ребята как до чего вы дожили то такие и здесь а репертуар вас вот все тот же так сказать до как сказать до перестроечный или вы современных авторов мы лично или репертуар всего слета 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 там разные совершенно абсолютно разные новые generation ребята они поют больше как броку уже песни они здорово отличаются от музыки висборо музыки клячкина рогницкого это как ддт что они поют что не похоже похоже да то есть такой уже с такими наклонностями мало чего понятно для меня это совершенно темный лес абсолютно но они знают клячкина висбор и городницкого слышали когда-то или вот как куда они они как бы их путают то есть они могут назвать песню висборо какими клячками нужное русло и понятно по так вот мы уйдем и все и никто не вспомнит там и клячкина понятно так вот ленина не уже не помнят значит там куда волга впадает никто не знает вот джаву еще помню то волгу уже нет ну хорошо и джаву не помню нет нет значит так вы откуда сами то я сам из москвы так а учились где учился я мадьев на бельдурный институт на след за след ксп ходили ходил да в общем-то ходил но потом я это сам там в общем то как бы не друзья все бывшего на лыжники очень много лет откатал на водных лыжах и вот хороший мой друг костя он пошел в науку после института он правда закончил физтех вот да я пошел в армию потому что как бы деньги нужны были вообще как-то скучно я уже испугался пошел в армию деньги я тоже ходил я когда вы тут связи учился я еще в школе миссии это вообще это был связи моис называемый месту связь да я еще когда в школе учился в 57 то мы тоже вот нас старшие товарищи брали на слет и там какие-то еще были даже такие закрытые какие-то полулегальные подпольные потом она тормали хвосты а потом комсомол это поднял как-то под себя и уже приезжали большие военные грузовики устанавливали динамики большие уже стало много-много народа там по 20 тысяч уже все пьяные были уже как-то уже не столько любителей песни я знаете помню со мной мальчик из нашей группы пошел из тут связь и он значит а тогда знаете все эти парды знаменит они прямо вот там все были пели у костров вот там послушал висборо послушал никитинов там послушал городницкого там и так далее и вот значит на старой кобыле с ослом в поводу я еду в монтану овечек веду его значит этот товарищ его тоже миша звали у нас группе было шесть мальчиков из них три миши это сейчас вот никто ребенка не назовет ну ладно так вот значит к чему рассказывать что я буду как мишка там я вот этого слушал до этого слушал до этого слушал да потом выясняется что 3 миша тоже из нашей группы внутри миша были вот эти миша крепкий такой парень был он его носил на себе по что был совершенно пьяный и он значит его носил клалу костра там где никитин значит послушает и дальше вот он так вот вот так друзья авторская песня находилась свой путь к сердцам студенческой молодежи вот у нас пожалуйста у нас обычно на второй день таких следов у нас качались деньги и мы значит во первых у меня была такая штормовка на ней были эмблемы многих-многих слетов да да вот мне вешал гитару сюда такая свитер ходил вокруг меня у меня был очень громкий голос и я говорил товарищи товарищи фашисты дайте рубль до москвы доехать от костра костра уходишь и все давай сам интересно вот набирали этих рублей садились там на кого-то искали какого местного у него там искали какой-то типа запорожцы ехали на хабина там еще куда я боюсь что люди которые нас смотрят сейчас они скажут вот в ссср то хорошо было жить а сейчас никто те рубль не даст не даст но я не может быть там бабульки добросердечные какие-то ну хорошо значит и так в армию пошел дальше ну потом ушел из армии открыл свой строительный бизнес в девяностом году очень быстро разбогател довольно таки и в девяносто третьем за не платеж так сказать облагаемого налога крыша бандитам не особенно бандиты там были люди посерьезнее и я оказался в склифе полежал немножко склифе оттуда значит прямым входом в америку как турист на второй день в сан-франциско я нашел русскую православную церковь пришел туда и уже сказал товарищи не дайте рубля помогите вообще понять где я нахожусь и что мне дальше делать это московского патриархата или черти знает какой просимой душу грешен господи не знаю какого-то как большая большая ноги это маленькая маленькая церковь на азида там был такой там был такой офис то время назывался он доз то есть двери для нелегальных эмигрантов которые подавали на политическое убежище и там были волонтеры в этой церкви верующие в том числе луэры среди них которые помогали вот ребятам тип меня начать новую жизнь в америка хорошо меня познакомили с миссис олмс я и очень благодарен она меня приютила она просто женщина она была она вдова вице-президента банков америка ну вот и увезли из-за россии в пятилетнем возрасте я познакомился когда я был уже 72 года сейчас она уже к сожалению не поддерживаются отношения с тем пор она хотела чтобы больше народа основали банки в америке не она всю жизнь сам интересу она отработала учительницей ну хорошо при так вы обратились за этим самым убежищем я не обращался за убежищем это церковь помогла мне оформить все документы то есть вы как раз если хочешь остаться ею да хочу стал и знал очень я вообще меняю английский язык был гуд байк в моренькой единая с север америка и был довольно тяжело конечно друзья профессия то вас какая профессия мне вообще-то по диплом электронщик ну а приехали в америку вы кем миллионером ну хорошо будет 500 долларов в кармане у меня было до тех на тех денег которые меня были в россии значит 500 все-таки вы что-то могли делать ну какая-то была профессия шофер я танки водил так ну хорошо такая что вы делали поначалу у меня была строительная организация москве значит и были ребята строители которые с которыми в общем-то я тоже начинал строить вы еще сюда привезли что не не что-то какие-то навыки строительства были а здесь да здесь я ну что я делал не солнц привезла мне на свое property который находится на рашен и ривер истоки рашен и дорожка русская рижка это маленькая деревня называется патовый олей вот и там я начал свою новую американскую жизнь миссис солнц попросил меня построить и маленький домик для ее трактору не там property 600 акров по этой проперти коровы миссис солнца значит приезжает туда раз в неделю фотографирует коров а потом своим девочкам как она называет своих одноклассниц она показывает снимки своих коров давайте про нее уже ладно построил маленький домик месяц он заплатил мне 1000 долларов за этот домик я купил себе маленький трачок 80-го года по моему и он стал моим домом на ближайшие два года то есть я жил в этой деревне каждую тревогу выживал типа типа да только мне очень понравилось то что там я никто не трогал за мной никто не гонялся абсолютно я зарабатывал где-то порядка в долларов 40 50 в неделю и это было вполне достаточно мне не было ни одного билла ни одного абсолютно вот значит нету было вполне достаточно купить пачку сигарет американцы которые там каждый вечер собираюсь в салоне они меня показывали как у зоопарки обезьян показывают дэс из рашен сейчас он покажет как у музыку метки да вот то есть его играет но православная просто началась какая-то дикая носталь и я понял что это болото уже засасывает меня настолько что это спанье и житье под открытым небом и чувствую просвета нет никакого абсолютно миллионерская жизнь как-то ну морда жила его привела к противоположному абсолютно абсолютно да как живете говорит слава богу никто не завидует заплатил налоги теперь сплю ему не на лавочках на вокзал хорошо как вы вышли из состояния когда вам никто не завидовал в следующую фазу жизни новая познакомилась замечательной женщиной она владелица лимузинной компании здесь силиконовой долине мне привезла сюда и говорит будешь мне шофером работать давай попробуем начал работать у нее шофером долго занял шоферская жизнь лимузин лет пять а потом я купил свое такси на аукционе стал работать в русскоязычные компании дима у нас был такой хозяин лимузинной компании рейнбо тексика я отработал последние 12 лесу франциско нет здесь со розы а вот лимузинщик у меня был студент один я буду там таксиста не таксист я лимузинщик но там не опасно тоже там не могут отнять по голове здесь в россии а таксисты пистолет приставят там деньги довольно довольно-таки часто после эксперимента который был в россии мне как-то они не суды и они меня боялись я продолжал пить за рулем не за рулем я не пил никогда но такси позволяла мне свободный график такси никогда не пьет за рулем водитель третьего таксомоторного парка сидор сначала выпить а уже потом садится за руль в перерывах между вождением лимузина составлял график вообще на лимузина еще как же вы уехали то с раши вы же там нужнее были его ну как-то не хотелось оставаться я сюда приехал на гиги все было еще но хорошо так ладно да хорошо значит 12 лет водил лимузин нет такси такси лимузин по-моему пять лет пять лет потом лим такси водил все это время значит пил курил и ходил на слеты авторской песни ходил так хорошо дальше что последний дальше чувствую что уже затяга последнее время чем я начал заниматься ну дело в том что захотелось в общем-то жить немножко я чувствовал что у меня начались запои ну как вот то что утром вместо того чтобы тебя на работу наливая себе стакан и проблем никаких на целый день ну как через часик надо еще налить стакан через часик еще на стаканчик налить нормально совершенно сидит абсолютно многим не помню по этого времени 15 лет практически запойной жизни здесь в америке запои были сначала раз в полгода где-то полгода не пьешь не пьешь не пьешь потом думаешь мне здоровый человек и сколько продолжается сначала запой были недолгие такие 4-5 дней потом начали велиться 5 6 5 7 5 10 5 12 и все это время где была стоящая за камерой марина где она была ну марин это еще не было у меня был какой-то там концерт я не помню я выступал со сцены потом естественно за шторами там с ребятами на сразу меня налили я выхожу в зал на встречу идет лень духовные варина идет лень говорит сережечка вот я тебя познакомить замечательной художницей я оставил свои пьяные граблю то говорю иди сюда дорогая она меня просто шарахнулась так знаешь по стене как-то размазался а это правда говорят что вот это духовный что он написал песню бесподолу киев невозможно у него даже абсолютно правда даже и справка это абсолютно и правда как святой владимир без креста информация для прессы и мемориальные места пам 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 так хорошо так так вот тот духовный у нас тут тоже есть смысле но у нас тут живет рядом конечно же наш друг да мы с ним духовные мы заслуга объединить столько людей суши мы с ним познакомились потому что когда вы приехали только значит мы пытались как то влиться в еврейскую жизнь и ходили в какая-то была для новых эмигрантов была какая-то программа при местной джуйки что ли не знаю или синагоги не могу сказать называется хавура того товарищество хавр это значит товарищ это хавуру и там какие-то американские были люди и вот новые мигранты и пытались как-то нас перезнакомить выходили в гости и вот там познакомились с супругой с лениной лениной вот и тогда уж аимочка да вот ну хорошо ладно движемся дальше проходим мимо лени духовного с его киевом и подолом марина познакомились но она шарахнулась широк потом значит это было ли назад хорошо когда вышел из последнего запоя и так сказать вернулся к здоровой жизни лет восемь назад на восемь лет назад решил жить здорово здоровый жил я решал жить здорово неоднократно и каждый раз получалось так что я не могу потому что это обычное дело то есть когда человек начал пить так как я пил все что горит не разбираю там не читаете кеток четко уливается вот сначала я искал людей которые обиду мне помочь камере так вот сначала я искал людей которые мне помочь могли помочь то есть официально медицин легальной медицины вот два раза не меня купировали то сказать купирую чёрт заключается процесс купирования то есть очищает в организм под капельницы ты лежишь сутки под капельницы тоже запечатали нет не тебя ну они купируют твое это сказать отношение к алкоголю на какой-то промежуток времени успокоить но после этой помогали ранее ну начинаешь пить в два раза сильнее проходит определенные проблемы про промежуток времени и ты начинаешь действительно организм восстанавливается ему нужно больше алкоголя чтобы это как с потерей веса да хорошо вот тогда я начал обращаться уже к эстрасенсам значит я нашел одного товарища эстрасенса здесь в америке он меня посадил на стул русский зал ты не будешь больше пить вот им заплатил 300 долларов насколько я помню и после этого сказал закрой глаза я закрыл глаза у меня брызнул чем-то в рот и сказал что все ты не будешь пить ближайшие три года но через три месяца захотел попробовать как это работает оказался работает совершенно противоположно то есть я опять напился и значит совершенно остался жив ничего такого что страшного что он мне говорил не случилось не вернул нет я его так и не нашел хотел можно набить вот и тогда я обратился к ребятам которые дали объявление я не помню запад восток а может быть и газета кстати как газета да это было лет восемь назад ребята из сан-франциско госпиталя значит они черным по белым русские они черным по белым написали что мы выводим из ломки героин вы ломки и значит проводим курс отвыкания от героина а героин здесь ключевое слово зависимость я им позвонил ребят что делать я говорю очень хочу бросить пить но никак меня от этой зависимости не могу я избавиться я уж если вы от героин то лечите от алкоголя то проще они говорят приезжай поговорим когда они узнают что я очень хорошо знаю лень духовного и вот вхож в этих в песни ритма во всякие оказалось что они пару разочек меня даже слушали там что-то такое ну тут уже все будет да и разговорились хорошие очень ребята приятные подъют там один мальчик будем называть его саша алекс он сказал что но не мальчиком врач вот скажу сережа во первых это не болезнь значит болезнь была бы эта болезнь сейчас дал бы таблетку или кольчик сделал бы и болезнь твою вылечили бы алкоголизм не лечится это зависимость то есть вопрос гораздо серьезнее чем болезнь болезнь можно вылечить зависимость надо избавляться от зависимости любым доступными средствами вот и тогда у меня познакомилась людьми которые живут в штате вашингтон спакой недалеко от спакой на 50 километров от спакой чистый нибудь не а нормальные совершенно люди можно сказать бывшие бывшие саентологи вот они ушли санитологии они ушли из церкви открыли свое facility где они помогают людям с той или иной с тем или иным видом зависимости addiction в том числе и алкогольная зависимость программа называется программа очищения организма программа детоксикации или по-английски и пюриф пюриф пюрификейшн программ вот в основу это программы значит ли и изучение многих людей в том числе и вот тут это девушки женщины шерри робертс я покажу вам ее книгу роджерс вот книга называется детокс о дай и такси файл горда очищайся или подбирать совершенно верно вдобавок ко всему я взял еще когда я начал серьезно изучать дело в том что у меня действительно желание было огромное бросить пить было желание прежде всего было желание жить выжить и остаться так сказать на плаву в этом мире подняться опять из уровня вот этих не вытертых соплей и пыли на дороге подняться и стать нормальным человеком вот к сожалению что желание дорогого стоит на суде действительно я вспомнил когда мальчиком еще был и вот это космос тогда космонавты всякие летали там и вот году шестьдесят там не знаю седьмом была такая частушка вот она считалась смешной валентина терешкова перестала водку пить она двери написала без пол-литра не входить вот этим же вопросом очищение организма от токсинов занимался доктор медицинских наук это форест теннент он доктор общественного здоровья исполнительный директор научно-советовского центра то есть вот эти вот два товарища они у меня стали так сказать карл маркс и янгель стали для патриота коммунисты и из их исследования узнал что вместе с нашим при потении при обильном потении из человеческого тела это в общем то всем известно уделяется куча всякой гадости всех токсинов которые мы накапливаем каким-то таким или иным образом поэтому в баню отходить конечно баню находить обязательно будет уже каждый из нас знает что после выходишь из бани легкость в теле вы ощущаете легкости вот если в этой в бане как с легким паром не загрузиться пивом там и вот только там женщины чтобы не вмешивались так чего начали вы поняли что надо потеть да я понял что надо потеть и прошел эту программу программа очищения организма что она в чем в вашингтоне штат вашим дом и вами занимались люди которые знали что делаю то есть функция вот этих ребят из джалил хаспитал или где они были сан-франциско они просто как вас ты пойнтер такой они воде они просто туда направили хорошо не 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 входят искать перечисления там а вот впечатление чека вот пришли вы туда сколько времени заняло очиститься уже так у меня три недели и через три недели может сказать все же завязал или я даже не завязывал понимаете пришло просто действительно вместе с чистым телом пришел ясно голова стал соображать совершенно по-другому то есть вот вот сейчас миша очень просто у нас две кружки у вас здесь чай откуда после возьмем вторую кружку поставил вторую кружку с водкой так евро миша давай выпей водочки ты выпиваешь водку да а дуешь нет выпиваешь водку ты знаешь это вот вот первые первые мгновенные действия просто как ты выпил водку что-то дальше делаешь но занюхать как ты ее прошит гадость выпил ты говно извини за рожей но не знаю да ну да вот как не финти закусить закурить курятин да а чай я выпью сколько вкусно ты еще в метку всегда намаз был вообще прекрасно понимаешь меня не закусывает не сплю а есть такие техники вот он так действует на человека пьет чай обалдеет как от водки я знаю уже кого-то на старые дрожжи если перед этим он литр спирта выпила так что значит три недели прошло очистилась до совершенно спокойно и почему человеку оказывают зависимость откуда она берется допустим вы пришли на работу или вот вы начальник я к вам опоздал на работу первый день опоздал на 10 минут вы промолчали второй день опоздал 15 минут искали сереже так делать нельзя на третий день у сказали сереже еще раз опоздаешь шел там на х ищи за другую работу у меня немножко армейский язык я прошу прощения для чего ты слушает вот и ничего страшного не жена показывать кулаком так чего вот ну что у меня организм остается естественно мой компьютерный мозг он сразу меня врубается ага меня нахамили вот он был вчера еще не кем этот миша понимаешь а сегодня уже начальник цеха и он ее сегодня взял и нахамил и он меня обнимя ноги вытирает какой он подлец сукин сын 1 у меня стоит бутылочка водочки я сегодня день этот работаю кое-как скрипят сердце а дом бутылочка запотевший под огурчик приеду колбаски порежу ах на меня и сразу да и у меня это стресс пройдет пройдет и тело так немножко подрагивать предвкушение то ты выпивки тело начинает читать подрагивать что получается момент стресса уж ваше тело ваше тело ваш организм съедает жировые клетки в которых сохранилась информация о всех токсинах едах которые вот принимать во время своего жировых именно жировых клетках это доказана наук лабораторно проводились огромные в течение лет проводились исследования что именно жировые клетки аккумулирует и токсины токсины и такой вопрос если я допустим похудел и у меня жир но морская не может быть такого вы увеличите сразу не может быть такого но вот такой слой жира и за свет если ты живешь если ты хочешь у тебя есть жировые клетки на жировые клетки является горючим который использую нельзя так выжить чтобы уже нельзя нет без жира терапия просто абсолютно делает дело не в этом что ты такой мозг состоит еще из жира я думал из воды ну ладно все говорят что из воды хорошо это каждую свою когда не заглядывать чего чего там что так вот организм съедает эту клетку в которой записана информация о выпивки о вашем алкоголе понимаете профессии получается что вы алкоголику дали то есть человеку пьющему хорошо пьющему вы дали чайную ложечку алкоголя как организм отреагирует вот на эту чайную ложечку алкоголя скажешь слушай подлец ты мне дал чайную ложечку а где стакан наливай стакан так что делать за желание выпить стакан заставляет ваше тело подрагивать в предвкушении выпивки ну хорошо делать то чего так что тело командует вашему мозгу правильно тело горда еще выпить мозгу так да мозг уже начинает строить планы на вечер как он откроет холодильник как он доставит пол литра и выпит ее так вот а если тело съесть клетку в которой нет информации об алкоголе как отреагирует тело она никак не отреагирует где взять то такого клетку почистить организм то есть и мы из жира изгоняем эту информацию это хорошо смотри а жир остается именно жировые клетки обладают способностью изолировать и накапливать себе остаточные ядовитые вещества а если при возвращаем из пищевыми продуктами загазованным воздухом а если например мне нужно бы заниматься с физкультурой ну а лень это можно что-нибудь вычистить такой можно да можно конечно вот как раз вот эта моя программа она и нужна тем людям которым лень заниматься физкультурой которые уже с этими с баптистами ну смысле из сада вашингтона позанимался а теперь уже своя программа есть конечно я добавил дополнил я начитал суток но они возражают там они не говорят абсолютно они занимаются своим делом а я понял хорошо мы сейчас телефончик отключим так знать конкуренции нет хорошо значит прошел так сказать путь за три недели очистился сколько нужно понадобилось времени чтобы сказать все таки доработает вот сколько прошло времени через три месяца через три месяца пробовал стаканом пробовал ну сблевал